здравствуйте дорогие друзья сегодняшнем выпуске хочу вам показать вот такую вот помпу течения от компании aquanova производительность которой заявлено в 4000 литров я уже помпу вертел крутил в руках и честно говоря как только она приехала я сразу же воткнул ее в аквариум потому что мне было очень интересно отличается ли она и чем отличается от жба все дальше вы увидите видео так что не переключайтесь поехали друзья мои хочу напомнить что для обзора эту помпу любезно предоставил интернет-магазин aquaprofi.com.ua этот интернет-магазин является официальным дистрибьютором торговых марок и heim и aquanova и у них продажей есть огромное количество продукции этих торговых марок а также комплектующие и запчасти все ссылочки вы найдете в описании под этим видео в общем друзья коробка у помпы самое что не есть обычная не скажу что это плохой китайский кордон на самом деле коробка достаточно хорошая внутри коробки все достаточно хорошо и плотно упаковано внутри лежит контроллер сама помпа с креплением и соответственно блок питания контроллеру и самой помпе кроме этого есть еще инструкция по применению и гарантийный талон на эту помпу производитель дает два года гарантии друзья мои значит и передо мной куча проводов собственно кабель достаточно длинный у помпы значит кабель где-то полтора метра от самой помпы плюс еще от блока питания где-то метра полтора то есть фактически вам хватит вполне на любую высоту аквариума сама помпа друзья достаточно маленькая и вот если вы помните мы делали обзор на помпу ахэйн то в принципе по габаритам это помпа даже чуть чуть меньше в первую очередь не понравилось то что насколько я понял это помпа неразборная возможно ее можно как-то силой разобрать где-то ну этого делать я не буду разламывать я ничего не хочу но по крайней мере так как я это делал у хеймана 2 защелочках разобрать эту помпу не получается и это уже огромный минус потому что разобрать эту помпу для того чтобы там почистить внутри и так далее у вас не получится второе что мне не понравилось помните я говорил что у и хейма только 45 градусов угол но так вот смотрите у этой помпы получается в одну сторону она может 90 градусов изгибаться а в другую сторону нам не позволит шнур согнуть помпа то есть фактически помпа регулируется только вот так влево-вправо нам вообще она не регулируется то есть это можно регулировать только с помощью поворачивания на магните в принципе я не вижу проблем в том чтобы повернуть эту помпу вот таким вот образом вместе с магнитом как бы но все-таки у хима это намного проще так что здесь как бы есть и за и против за то что вот если мы ставим помпу вот таким вот образом в аквариум то у нас кабелек сразу уходит наверх аквариума и принципе это все аккуратно выглядит и без проблем то есть мы можем помпу направить фактически даже под углом 90 градусов к дну либо таким образом поставить и направлять помпу вверх ну я думаю скорее всего устанавливать ее надо будет вот таким вот макаром ну а собственно поворачивать лево-право можно будет только с магнитом вся конструкция работает на керамической оси это очень меня порадовало и ну сам ротор я вот не знаю к сожалению я не могу посмотреть и но кажется качество пластмассы у вентилятора у ротора достаточно неплохое качество пластмассы друзья у этой помпы конечно же похуже чем у химаш не буду лукавить у хима все намного лучше сделано намного качественнее и мне намного больше понравилось хотя эта помпа стоит вместе с контроллером ту же цену что хим без контроллера и у хима по заявлению производителя в два раза больше мощность то есть ну как бы здесь есть и плюсы и минусы значит еще один момент который мне не понравился смотрите друзья я хочу снять магнит и у меня вот видите здесь есть резиновые амортизаторы они выскакивают вот из этих втулочек это мне очень сильно не понравилось потому что для того чтобы оторвать эту для того чтобы вот оторвать магнит это все представляет проблему то есть это все отрывается вместе с резинками потом отрываете вот так потом вставляете все это обратно и проблема в том что я боюсь что эти резинки ну и вот если часто помпу вынимать и ставить назад в аквариум то эти резинки достаточно быстро выйдут из строя плюс ко всему укрепление достаточно такое конечно резинки хорошо что гасят вибрацию достаточно плотно сидят ну в принципе если крупная рыба даже и вряд ли она с этих резинок оторвет помпу разве что только вот если не помпу снимать магнита тогда они вылетают само крепление сделано так таким образом что вот здесь есть резиновые прокладочки и на магните и на самой помпе скажем на держателе помпы фактически прямого соприкосновения пластика со стеклом не будет ну и тестировал я магнит вы знаете я думал у хейма плохой магнит но здесь ничуть не лучше не скажу что хуже ну плюс минус одно и то же в комплекте с этой помпой поставляется вот такой вот блок питания он подключается непосредственно контроллеру большой плюс в отличие от помпы компании хим которую мы с вами рассматривали в том что здесь есть 8 режимов скорости плюс значит и здесь есть режим паузы для кормления мы можем остановить эту помпу на 10 минут и соответственно через 10 минут она автоматически сама запустится есть возможность блокировать полностью все кнопки и так далее чтобы где-то случайно что-то не нажать есть режим ночь течение ночью нужно сбавить для того чтобы не стрессовала лишний раз рыба ну и здесь есть еще много всяких режимов для морских аквариумов то есть и течение волнами и так далее все это мы уже посмотрим непосредственно в аквариуме как это помпа будет работать я сниму и покажу вам как работают все эти режиме и есть вот еще такой регулятор для чего он я пока не знаю но процессе запуска в аквариум и мы это все с вами друзья посмотрим давайте погрузим это все дело в аквариуме посмотрим как это все работает итак друзья установили мы нашу помпу в аквариум я снимаю с паузы и сейчас буду вам рассказывать что к чему значит здесь очень много режимов на самом деле в этом контроллере я просто в шоке сейчас он почитал инструкцию еще в интернете там порылся в общем здесь даже есть датчик освещения и мне помпом а может автоматически переходить на дневной и ночной режимы работы это очень круто на самом деле но давайте снимаем все это дело с паузы и посмотрим как это дело будет работать значит я сбрасываю мощность на минимум и вот вы видите я думаю вам видно по ротору сейчас идет первый режим работы w1 это режим волновой то есть фактически этот режим используется в морских аквариумах чем больше я поворачиваю вот этот вот вентиль тем чаще срабатывает ротор но смотрите раз 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 и теперь сбрасываем на минимум раз раз видите насколько чаще начал рота работать вот то есть вот это вот этим вот регулятором мы регулируем длину волны скажем так то есть и уже тонко настраиваем под свой аквариум но это для тех друзья у кого морские аквариумы так следующий параметр это w2 это параметр той же волны только ротор не останавливается совсем а от 30 до 100 процентов постоянно увеличивает и снижает свою мощность это как бы тоже круто очень для морских аквариумов на самом деле ну вот у меня есть знакомый который держит морской аквариум и у него помпа джибау ну там по моему какая-то старенькая версия и вот этой настройки у него нет дальше следующий режим else else это режим в котором он поработает произвольно она сама включает какие хочет режимы и работает автоматически значит следующий режим это режим потока вот собственно тот режим который нам нужен и вот он он как раз и регулируется кнопка speed ну то есть кнопка speed как бы это мощность самой помпы да и вот здесь у нас фактически ничего здесь вот этот вот регулятор в этом режиме не работает работает только вот эта кнопка смотрите я буду увеличивать сейчас мощность помпы вот таким вот образом ну вот вы наверное видите по плесканию воды вверху что мощность помпы вот увеличилась и соответственно уменьшаем мощность на троечку поставим вот теперь и следующий режим друзья работы это режим для нескольких помп то есть чтобы подключить контроллеру несколько помп такое тоже здесь возможно вот друзья сейчас вам покажу и они управляются режимами слэйф вот мастер и слэйф соответственно как бы я в это не вникал если честно потому что это режимы поочередной работы то есть можно например включать чтобы вот одна помпа в одну сторону дула потом это выключалась другая в другую сторону дула это как бы больше для морских аквариумов и я вот эти все нюансы не вникал но сразу хочу вам просто сказать что эти все режимы здесь присутствует это все можно настроить и у тех кого морские аквариумы можете вот обратить на это внимание возможно это то что вы так долго искали так друзья ну значит еще раз по кнопкам режим мод это краткое нажатие это переключение режима режим speed краткое нажатие это скорость компа режим fit зажимаем в эту кнопочку и вот у нас видите да отключается помпа и она отключается на ровно на 10 минут для того чтобы не было течение для того чтобы не сносило корм пока мы кормим рыбку есть режим боевые это режим настройки не работы нескольких комп от одного контроллера и друзья режим блокировки это долгое нажатие вот этой кнопки соответственно при долгом нажатии этой кнопки мы не сможем сбить ни один режим который мы настраивать настраивать ну а теперь друзья самое вкусное наверное самое интересное вот здесь вот на контроллере вот здесь находится датчик освещения и здесь есть вот интересный режим называется онлайн ночной режим то есть мы его активируем долгим нажатием вот этой кнопки видите загорелся желтый дезиндикатор и если мы закрываем датчик освещения видите мощность помпы автоматически у нас падает и соответственно когда у нас комнате становится светло либо там включается свет аквариуме наша помпа как видите снова начала работать на полную мощность вот давайте я добавлю мощности сейчас на всю катушку еще раз протестируем этот режим то есть закрываем датчик мощность помпы падает открываем датчик мощность помпы возрастает еще раз смотрите закрываем вот посмотрите наверху вот как по воде мощность упала и только мы открыли видите мощность добавилась друзья мои ну что я хочу еще вам показать и на этой помпе значит смотрите первое это стоя вот фактически 5 сантиметров под верхом аквариума она не затягивает воздух возможно это я просто так ее удачно поставил а возможно у нее просто меньше мощность давайте сейчас попробуем немного ее покрутить в аквариуме значит друзья первое что я хочу сделать это поднять помпу немного выше кстати смотрите магнит ее прижал и вот она прямо аж держится а это держится она от того что она дует она реально держится сама на стекле вот видите даже без магнит на магнит у меня в руках так попробую поднять попробуем ее поднять под самый верх вот такая вот друзья мощность и теперь давайте попробуем ее под настроить я надеюсь друзья вам всем видно как работает эта помпа вот у нее течение идет вот таким вот образом и она сейчас вот с этой области дна она сдувает скажем так отложение здесь здесь кстати в этом аквариуме вода из рабочей системы я стою просто спускаю наливая ну как бы для того чтобы запускался аквариум после нового года мы здесь с вами будем делать скейт но тем не менее значит в этом режиме видите помпа сверху подсасывает воздух но не так сильно значит насчет течение посмотрите на мои пальцы эти да вот я сейчас их полностью расслабил если мы поднимаем помпу вверх то в принципе течение достаточно неплохое у нас получается и сейчас я хочу опустить эту помпу на дно и посмотреть как она будет работать ну помните мы делали с вами тест с помпой и и так далее вот давайте таким же макаром протестируем эту помпу и получается ставим эту помпу на дно ну друзья что я хочу вам сказать мощность этой помпы немного хуже чем у химина тем не менее посмотрите друзья тоже достаточно неплохо она дует поднимает воду то есть если у хима заявлено 9000 литров а здесь четыре то вы знаете по мощности я бы наверное отдал бы предпочтение этой помпе потому что разницу особой с химом я не увидел но здесь есть очень много разных настроек включая контроллеры и ночные всякие режимы и так далее поэтому скорее всего если говорить о мощности помпы и о ее возможностях тонкой настройки то все таки предпочтение я бы отдал этой помпе и так друзья мои хочу подвести итоги что мне понравилось в этой помпе понравился достаточно мелкий размер это что она черного цвета то есть если взять например мои аквариумы с черным фоном и с обклеенными черным фоном боковые стенки то эту помпу вы вряд ли заметите моем аквариуме понравилось и то что она по размерам мельче чем помпа атехейн и ну в размере и достаточно маленький понравилось еще и то что в комплекте идет контроллер с огромным количеством настроек и вы можете настроить помпу именно под себя вот так вот именно как вам хочется начиная от мощности и заканчивая там разными волновыми режимами ночными режимами и так далее и тому подобное понравилось это что на контроллере есть функция кормления то есть если вы будете кормить свою рыбку весь корм не будет сносить и мотать его по аквариуму туда-сюда то есть рыбка сможет спокойно покушать это тоже порадовала порадовала и керамическая ось потому что в отличие от металлическая она долговечнее и если говорить о морских аквариумах ну я честно говоря не знаю как нержавейка реагирует на соль потому что никогда не держал морской аквариум но смело могу сказать что это помпа в морской воде точно будет работать без проблем у помпы мало возможности настройки то есть постоянно ее нужно совать таскать на магните по стеклу поворачивать и ну вот это мне как бы не понравилось но с другой стороны вы делаете это всего на всего один раз и потом она просто себе работает и вы туда не заглядывайте не понравилось это что помпа не разбирается и ну поменять как бы ротор да там или ось и так далее случае поломки у вас не получится то есть фактически помпа одноразовая она работает пока работает если она работать перестала вы покупаете другую относительно качество сборки качество пластмассы ну если сравнивать их с и химом и хим это 5 баллов по пятибалльной шкале то это помпа тянет где-то так на 3 с плюсом ну пускай будет на твердую четверочку по качеству сборки и качеству материала ну и последнее что не понравилось наверное больше всего это друзья мои крепления именно внутри аквариума крепление самой помпы на резиновых амортизаторах на резиновых амортизаторах она постоянно вам будет слетать в процессе ну вот если вы захотите что-то там ее достать снять магнита и так далее значит вот эти крепления достаточно такие ну не очень хорошие с другой стороны если вы помните мы рассматривали хим у там практически все то же самое то есть я думаю эта болячка не только акванова я думаю что вот именно эти крепления эти амортизаторы резиновые это болезнь всех помп так что друзья принимать решение вам стоит ли покупать эту помпу или нет я надеюсь мой обзор был для вас объективным я не заставляю вас покупать не хим не акванова ни джебау никакую либо другую помпу я хочу чтобы вы посмотрели обзор смогли понять что именно вам больше всего нравится и что именно для вас лучше что ж спасибо что посмотрели это видео желаю вам всем удачи и здоровья вам и вашим питомцам всем пока и до новых встреч друзья